мы начинаем семинар который называется работа с кодом и преподаватель ведет этот семинар кораблин александр основные мои в центре специалист курсы это курс по программированию c java c sharp вот собственно говоря на работе с кодом который написан на этих языках мы наверное и остановимся хотя с другой стороны ведь работа с кодом наверное здесь предполагается что у вас есть какой-то файл но у вас нету исходников да скорее всего откуда исходнику взяться если вы нашли библиотеку скачали откуда-нибудь библиотеку и дальше пытаетесь для себя может быть просто для себя понять и разобраться как она эта программа устроена и как она работает с каким языком вы столкнетесь вот вопрос этих же ни один и не два поэтому здесь я для начала решил открыть вот некий такой стандартный достаточно рейтинг по языкам программирования он слава богу не меняется многие годы если посмотреть здесь статистику по годам по месяцам то у нас на вершине рейтинга в общем-то стандартно всегда находится пара языков даже если кто не видел это рейтинг одесса по годам наверху java и сити java поэтому у нас первый язык который мы давайте посмотрим что можно сделать как можно разобраться с кодом который кто-то написал добыча как мы предположим все это будет выглядеть конечно я бы мог заранее подготовить какие-то куски кода но так как там каждый кусок кода собственно говоря всего-то из себя представляет для примера несколько строчек то давайте мы тогда не пожалеем труда и напишем напишем пару строчек кода на java стандартная среда на dance создаем какой-нибудь проект там какая-то библиотека нажмем готова в этом проекте пока пустом мы допустим захотим сформировать 1 2 класса естественно надо дать название нашему классу чем мы сейчас быстренько и займемся вот наш класс пусть называется математика наверное самое простое что можно сделать это каких-то пару тройку математических функций и так покрупнее здесь можно сделать чтобы это все было видно смотрите что у нас будет написано в этом классе допустим сложение вычитание но калькулятор да мне нужны покороче чтобы набирать побыстрее я возьму тип данных попроще целочисленный складывать будем пару чисел этот код предполагается что секретный до ноу-хау кто-то разработал и мы не знаем как он устроен и собственно говоря и возникает задача исследовать этот код разобраться и понять как он устроен как он работает если мы сможем добраться до исходников кода то я думаю вы понимаете что мы сможем и изменить его для естественно завершается разработка тем что мы сохраняем компилируем ну в данном случае здесь у нас есть меню собрать очистить там проект не важно что мы получаем на выходе вот это именно то с чем вы столкнетесь давайте сейчас к этому файлу как раз мы и перейдем то что мы сможем с вами скачать сети это будет файлик вот с расширением жар архив как раз но расширение в разных операционных системах может быть разное но вот под windows это у нас архив жар и если у вас вот собственно говоря есть только сам файл то конечно возникает желание да может быть поглубже разобраться кроме доступных тех которые вы знаете по документации если она прилагается к этой библиотеке может быть вы еще хотите узнать какие-то дополнительные возможности что мы можем сделать попробовать но можем попробовать его открыть архиватор обратите внимание что в принципе это жар файл действительно обычный архив зиповский я даже не стал добавлять добавлять расширение . zip мы открываем папочку ли и мы видим в этой папочке лежит файлик вот это и есть с расширением . класс это есть так называемый байт код который при компиляции исходников джавских мы получаем причем вот эта папочка в которой лежит байт код с точки зрения архитектуры джава тоже очень важно потому что здесь предполагается что класса лежат в каталогах и когда вы будете использовать имя этого класса вы обязаны указывать полное имя поэтому знать имя каталога а он может быть очень много раз вложены мы как раз с вами легко из этого архива можем всю эту информацию итак имя знаем путь знаем поэтому мы можем теперь взять написать какое-то второе приложение который будет эту библиотеку изучать использовать ну все что захотим для для этого я закрою эту библиотеку она нам пока больше вот так не понадобится мы создадим проект тот который будет исследователь неважно как он называется важно что он может запускаться важно что он имеет некую точку входа main где мы и сможем скажем так какие-то проверять работоспособность этого нашего код я здесь хочу создать но для того чтобы использовать объектно ориентированную библиотеку нам надо создать объект класса и попытаться вызвать какие-то его методы значит что мы знаем мы знаем как он называется лип точка масс но это видели все из архива из jar архива как мы назовем объект это наше личное дело создание объекта не предполагает каких-то сложных действий поэтому эта строчка нам позволит создать объект естественно среда любая будет спрашивать что это за имя которое она не знает если мы делали программу в командной строке собирали нам надо было бы указать где находится библиотека когда мы работаем вот здесь непосредственно в нет без мы можем использовать средства самой среды для подключения вот этих вот внешних библиотек которые вы где-то получили скачали или ваш коллега разработал но мы знаем где лежит эта папочка distributed вот он этот жар архив все мы его подключаем теперь кстати сама среда может нам показать все то что мы видели в архиваторе да когда мы это посмотрели в общем-то ну мало вдруг под рукой нету среды на бинс вы может тогда зайти просто посмотреть все код уже рабочий если мы сейчас возьмем этот объект масс то дальше мы уже даже intel sense уже знает вот он подсказывает что у нас есть методы есть метод сад есть другие методы унаследованы но это нам не так сейчас интересно совершенно не принципиально какие параметры мы зададим на вход мы можем убедиться что программа рабочая но это пока не следует не то пока просто проверка того что библиотека работы библиотеку у нас есть если мы хотим получить какие-то об этой библиотеке данные мы это можем сделать совершенно разными способами и один из этих способов программы я могу сказать виртуальной машине java ты загрузи мне эту библиотеку я хочу посмотреть еще как она устроена пожалуйста делается это совершенно элементарно нас есть специальный класс класс большой буквы который предполагает указание только лишь одного параметра в качестве входного вы должны дать полное имя вот это именно то что здесь я уже набирал то что можно всегда легко посмотреть если у вас есть если у вас есть джар архивы можете вскрыть и посмотреть естественно этот параметр передается как строка и виртуальная машина будет искать эту библиотеку она ну скажу так найдет загрузит и все всю информацию которая там есть но в данном случае мы попросили загрузить конкретный тип из этой библиотеки лип точка маска всю информацию об этом типе виртуальная машина будет внутри себя уже содержать здесь некоторые нюансы средний выброс и исключение которые нам сейчас не интересны что возвращает вот этот вызов фоне он нам возвращает объект с описанием с полным подробным описанием назову этот объект инфо вот того что из себя представляет класс масс пожалуйста если сейчас взять объект инфо поставить точку посмотреть возможности какие у этого объекты есть вы увидите огромное количество методов начинающихся с гет что означает вы можете узнать какие там есть поля какие там есть методы какие там есть конструкторы как все можно узнать программно просив информацию о том как он устроен даже имя есть но если вы не верите своим глазам когда написали липтовская точка мас можно и это уточнить ну давайте методы вызовем наверное вот они где-то метод естественно либо по документации либо по там intel сенсу но можно посмотреть что возвращает этот вызов в данном случае он возвращает метод метод описание методов массив их же много пусть будет не метод конечно каждый новый тип который мы используем требует до подключения с точки зрения компиляции так что здесь какие-то дополнительные действия будут надо совершать не суть важно так вот у нас был инфо это общее описание теперь мы из него получили описание всех методов вы можете взять из эту массива конкретный метод получить подробное описание этого метода включая его параметры можете взять каждый параметр получить подробное описание этого параметра и получается вот по иерархии от этих объектов от верхнего и по дереву вы можете полностью получить всю информацию давайте сейчас хотя бы распечатаем имена этих методов которые мы нашли в лип точка масс для этот цикл существует для коллекции так метод мы коллекции метод печать может быть любая но нам достаточно я не знаю название методов get name наверное что нас вполне устроит шесть смотрите вот они все методы все это значит те которые были написаны автором и те которые были унаследованы но те которые унаследованы в java их все знают поэтому тут те кто работает java и легко эти методы отбросят от все это того что было создано авторами возникает вопрос ну хорошо достаточно просто мы можем всегда вскрыть любой архив ну естественно мы сейчас здесь не говорим о защите и способах защиты мы не взламываем код у нас не зашифрованный архив у нас на обычный архив который мы можем стандартными средствами открыть посмотреть что внутри себя содержит но мы сейчас увидели содержимое но вы понимаете что мы не увидели алгоритм правильно это просто название ну в лучшем случае вы продолжая изучать с помощью вот этих вот на данных которые мы можем получить начиная с класса вы можете получить описание параметры описание параметров но не алгоритм для того чтобы туда добраться глубже нам нужно байт код увидеть декомпилировать вот эту программу архив получить байт код в командной строке это сделать проще дело в том что у нас когда мы устанавливаем java на машину разработчика у нас соответственно есть gdk java developer kit у нас здесь есть каталог bing который содержит в себе огромное количество вспомогательных утилит включая там виртуальная машина компилятор но и другие вспомогательные утилиты которые могут различные совершенно задачи решать в том числе здесь есть компилятор который позволяет взять и показать байт код вот java название странный но вот такие java p не знаю почему декомпилятор итак давайте попробуем этом теле воспользоваться для того чтобы мы могли это сделать нам нужна командная строка кмд запустим ее эту командную строку мы можем с вами загрузить нам надо перейти в тот каталог в котором у нас лежит наш jar архив соответственно давайте до него доберемся вот он а зачем нам архив у нас мы можем нам проще можно поступить мы можем вынуть вот этот вот mass.class это и есть наш байт код там же может быть в архиве много разных вот этих вот элементов которые мы захотим изучить мы можем их из архива вынуть положить в каталог только разумно их будет вынуть именно с иерархии каталогов поэтому я должен перейти в то место жесткого диска где лежит каталог в котором лежит откомпилированный java код вот этот вот отлично мы можем теперь воспользоваться скопированным путем и вот здесь сейчас мы будем набирать ощущение что курсор не вмещается да вот так наверное видно и здесь мы теперь будем в этом каталоге набирать java p java p если просто дать через пробел полное всегда полное имя дать полное имя причем с учетом регистра пишите вот этого файла то сейчас за нас по сути вот то что мы программно пытались сделать за нас теперь это выполнила вот эта утилита java p она показала нам видите да что этом классе находятся вот такие методы и и даже вы видите с типами параметров но это пока не байт код байт код можно получить используя дополнительные ключи у этой утилиты если взять java p ключик c приводит к декомпиляции lib.mass это все полное имя должно быть вот она была сделана декомпиляция мы теперь видим байт код который там находится в этом файле вот пожалуйста видите да дальше все очень просто если вы собираетесь ну ведь может быть разный уровень внесения изменений может быть вас вполне устраивает и такой уровень значит следующим шагом вы изучаете байт код коды инструкции которые здесь есть и может быть вы тогда сможете прям по вот этому файлу читать разбираться и вносить даже может быть какие-то изменения но в целом конечно такой низкоуровневый получается вариант кстати не сложно воспользоваться этой утилитой вот тоже самое сейчас я запишу запущу ту же самую версию команды только еще поставлю ну например какой-нибудь файлик какой-нибудь сброшу ну там я не знаю с расширением почему-то такое расширение делает декомпилированный файл вот пожалуйста он был сгенерирован можно открыть посмотреть можно открыть посмотреть вот все что мы видели на экране теперь был сброшен файл ну так конечно же будет проще изучать может быть что-то здесь и менять с другой стороны с другой стороны мы добрались до кода и в принципе можно было бы разобраться как здесь вносить изменения и потом обратно собрать эту программу но наверное мы так с вами поступать не будем дело в том что для java существует очень много утилит которые не только декомпилируют вот то что мы сейчас видели но они еще и восстанавливают исходник java утилит много сейчас я открою сайт покажу они онлайн все доступны и вы легко можете соответственно взять этот файл точка класс который превратить его в код на java на сайте естественно народ обсуждает какая из этих утилит лучше разумно пользоваться несколькими одновременно потому что они могут сгенерировать немножко разный код но понимаете обратное преобразование но неоднозначно кстати почему она вообще возможно это обратное преобразование а все дело в том что когда мы компилируем вот эту программу любую на java у нас в байт код попадает не только информация о том как что делают ваши методы но и попадает вся писательная информация так называемые мета данные вот все что у вас есть класс от кого наследуем какие параметры имена типы все попадает в байт код поэтому обратная декомпиляция она возможно и не сложна наверное не сложна осталось самый сайт давайте сайт сайт так можно зайти на него да это не тот язык java декомпайлерском java вот вот смотрите 6 штук предлагает вам как вариант сразу на вскидку выбрать есть наши формы есть здесь небольшое описание каждому из этих вариантов расположены почему они в таком порядке не знаю но вот в принципе сверху расположен тот которым рекомендуют пользоваться и обратите внимание он обновленный вот эта версия этого декомпилятора она обновленная есть там сайт автор и он для восьмой java обновлен это значит что здесь поддержка есть таких конструкций новых которые скажем так предыдущих и языковых вариантах отсутствовало а значит сгенерированный код уже не будет соответствовать тому оригиналу который был автором вообще может не соответствует так что наверное от этой последней версии пользоваться разумно но есть обратите внимание другие тоже очень не слабые варианты например вот этот G-Decore если про него здесь найти не вижу но про G-Decore примерно так это все он на C++ написан для него есть вот для этого декомпилятора плагин для Eclipse ну и вот почему написано что он очень быстрый потому что код C++ хорошо ну давайте любым из них воспользуемся ну пусть будет первый здесь где-то написано выберите файл не вопрос не вопрос так где у нас вообще все это находится NetBeans Lib Build Classes вот он вот так покрупнее ну у меня такое ощущение что оно совпадает вообще с точностью до пробела то есть я конечно пытался в свое время запутать немножко допустим ну да там есть старая версия это Алексей говорит ну что сделаешь народ написал версию потренировался в программировании а потом уже не обновлял в любом случае я например пытался добавлять какие-то другие синтаксически более сложные конструкции ну и уже сгенерированный код сгенерированный код на Java немножко отличается от оригинала суть остается допустим генерик добавляешь ну уже немножечко там то что у меня написано допустим чуть-чуть будет отличаться от того но при этом код-то абсолютно понятен все команды будут на языке Java а значит пожалуйста вы смогли получить программу вы смогли декомпилировать сможете изучить если надо внести какие-то изменения ну не в этот код естественно вы наверное по аналогии может быть перепишите для себя эту библиотеку где-то нанесете какую-то корректировку так ну вроде с Java что-то получилось идем по списку дальше где наш список зачем он закрыл c ну их надо вместе c++ да кстати если бы я их взял сразу вместе они бы на первое место вышли надо было тогда с этого начинать но не важно не важно c c++ значит здесь конечно сразу ну можно конечно что-то посмотреть сделать но в целом вы должны понимать что это языки как бы своя такая группа которые компилируются и компилируется в машинный код сразу изначально поэтому никаких метод данных и никаких чудес в этих в этом машинном варианте и лучшее что мы можем можно посмотреть на лучшее что мы можем почему нет допустим взять другая среда сишный проект поэтому я беру visual studio так получилось что у меня тут установлена 15 версия неважно берем c++ можем сделать какой-нибудь проект ну чтоб с интерфейсом ну что там обычный проект под windows самый стандартный вариант что-то там это нам не нужно windows application все финиш если эту программу создать добавить в нее код какие-то написать обработчики на события свою какую-то математику в нее реализовать потом эту программу вы где-то скачаете и будете запускать у себя на машине и у вас будет экзешник или там библиотека конечно здесь проблема с кодом вот по сравнению с джавой будут совсем непростыми и так сделаем компиляцию и даже сейчас запустим эту программу чтобы убедиться что она вообще есть работает компилировал и билд так как ее запустить зачем мне запускать не ну можно и отсюда запустить пожалуйста вот она стартовала программа по умолчанию то что сгенерируется кстати так какие-то кнопочки есть даже какие-то диалоги но это стандартная заготовка под windows программа где дальше разрабатывается уже поиск интерфейс могли мы туда поместить любую математику конечно как что-то здесь можно увидеть единственное что я могу предложить это вот такой вариант я закрыл visual studio пока свернули мне нужна сама программа на рабочем столе не обязательно на рабочем столе я просто хочу запустить в документах visual studio у нас должен быть проект вот то что мы сейчас сделали в папочке дебаг лежит программа вот она ну она стартовала следующим шагом мы можем теперь взять visual studio и visual studio может выступать в роли некого внешнего отладчика естественно для того чтобы работать вот с таким машинным кодом существует масса специализированного софта но это уже софт который используется для взлома для там чтобы снять какую-то защиту с программы наша здесь ситуация другая мы хотим посмотреть как она работает нас волнует волнует алгоритма и мы можем использовать visual studio сделать то что называется подсоединиться к существующему процессу если мы знаем программу которую мы запустили а мы знаем вот она экзешник мы можем подключиться и теперь с visual studio позволит нам позволит нам наблюдать за тем что происходит так значит у нас сейчас программа где-то работает это у нас visual studio где мы можем смотреть результат вот здесь есть такая кнопочка break all нажав ее я тем самым вот видите эта стрелочка означает что сейчас было приостановлено извне выполнение этой программы и я попадаю на те команды а когда мы нажимаем эту кнопочку break all мы в принципе естественно можем добраться в программе до нужного места да открыть диалог открыть там какую-то форму где-то там какое-то вычисление мы знаем что начинается кликнув на соответствующую кнопочку можем там нажать начинается вычисление и тут вы нажимаете break all и есть в общем вероятность что повесить эти вычисления продолжительными вы как раз остановились на этих вычислениях вы скажете ну вот же код он тут есть но это потому что у меня отладочная версия была сделана раз и потому что скорее всего я открывал из visual studio папочку с проектом указал а там есть вся необходимая информация для отладочных скажем так вот этих вот отладочные имена отладочные символы для отладки информация в проекте она существует вот можно посмотреть да видите всякие разные здесь файлики которые включают в себя дополнительные да для ну это автор может этим пользоваться если мы как сторонние разработчики получим библиотеку или исполняемый файл вот этот один да еще и в режиме откомпилированы не дебака в режиме релиз то максимум что вы увидите это только вот этот вот ассемблер поэтому разобраться если у вас есть код c c++ разобраться и понять что из себя представляет алгоритм можно будет только по ассемблеру я раз с нашими преподавателями разговаривал те кто программировал на ассемблере и в институте ставили им такую задачу для того чтобы они убедились что это практически невозможно им давали ассемблерный код предлагали понять алгоритм разобраться в нем если даже не знаешь ну хотя бы идеи да что это за алгоритм какая категория алгоритмов и так далее в принципе очень сложно практически невозможно практически невозможно поэтому ответ на вопрос который мне задают на многих курсах по особенно вот java программирование когда после демонстрации того насколько легко открывается обратно java код то сразу удивленные слушатели спрашивают и как мне защититься от этого безобразия да легко ответ очень прост не давайте людям код ну как же веб-сайт все на сервере а у клиента браузер тонкий клиент все у него кода нет значит ломать нечем это раз вариант если это не устраивает и у вас другая программа другая архитектура не вебовская то тогда ответ еще простой тоже и тоже реализуем и достаточно легко вы можете написать всю вашу математику все ваши алгоритмы которые ноу-хау где вы хотите действительно сделать недоступными для понимания по крайней мере легкого такого простого вы их можете сделать на си на си плюс плюс а дальше у нас в джава есть технологии java native интерфейс вы из джавы как родной можете вызывать сиси плюс плюс код поэтому написать свои какие-то алгоритмы и потом их вызывать из своей джавы это несложно совсем несложно но это уже будет достаточное сокрытие своих алгоритмов вполне достаточно так ну вы видите да здесь ассемблер здесь все в этом смысле очень ну скажем так не просто с точки зрения попытаться разобраться и понять что там у нас есть есть такое ощущение что нет я это не закрыл о это у нас dotnet кстати обратите внимание что dotnet это ведь не один язык да США это целое семейство языков которые работают на данной платформе сколько их там но в принципе в книжках пишут до 40 на платформе dotnet до 40 языков это несложно для того чтобы язык сделать рабочим на этой платформе нужно написать компилятор который компилирует код с этого языка в промежуточный язык интермидейт лайнвич называется и уже дальше когда мы клиенту отнесем код написанной после компиляции на этом интермидейт лайнвич он будет запускаться в виртуальной машине силы dotnet то есть любой язык любой совершенно разные языки могут быть но на выходе после компиляции вы получаете интермидейт лайнвич который одинаков который виртуальной машине запускается обрабатывается поэтому если мы найдем здесь dotnet всю группу сколько они есть это сишар это basic net это какой-нибудь там ушел из десятки а нет из двадцатки какой-нибудь f-sharp там обычно где-то еще вот он тут где-то пониже уже находится но если мы эти нетовские языки соберем то у них всех вместе будет третье твердое место но сиси плюс плюс я заодно посчитал соответственно они будут тогда как группа языков на третьем твердом месте и так ну естественно мне ближе сишарп хотя от basic он отличается только синтаксисом давайте попробуем сделать то же самое то же самое используя сишарп это мы закрываем это был проект на си что мы что мы сделаем здесь такое вообще желание взять прямо скопировать нету библиотеки здесь нету ладно итак создадим новый проект да тот же самый масс только на сишарп пришел другой пришел другой разработчик он сказал ну я не буду вам писать на си c++ на джаве я вот на сишарп программирую не вопрос программируй напиши нам библиотеку все он выбирает написать библиотеку получает некую заготовку даже даже уже кучу кода получает которая абсолютно кстати не нужна класс у него будет называться масс мы же ему математику поручили написать и в этом классе он сделает надо было мне копипаст подготовить оно одинаково пишется абсолютно так тоже с энтами просто потому что быстрее набирать все то же самое у меня будет на входе пару параметров которые будут потом какой-то очень сложной математике как-то вычисляться и обрабатываться то самое ноу-хау которые хотят у нас подсмотреть похоже итак библиотеку мы сделали естественно этот метод будет вычитать да ради бога все все сделано подкомпилируем забудем вот здесь внизу пишется типу успешно можно закрыть нам этот проект больше не нужен можно взять какой-то другой точно так же как на java этот закрыли еще один проект создаем но это уже будет что я нажал open у нас нету проекта мы должны создать возьмем какой-нибудь проект самый простой без интерфейс консольное приложение много лишнего кода можно совершенно спокойно удалять и так что мы хотим все то же самое хотим создать объект и вызвать его не вопрос мы же знаем как он называется а кстати откуда мы знаем как он называется а мы не знаем как он называется давайте разбираться это я откуда я знаю что никто ничего не сказал что у нас есть посмотрим на жесткий диск после первого проекта у нас есть проект visual studio который называется ну имя проектом и нам я думаю понимаете досталось в результате компиляции вот этот файлик нам достался вот библиотека под Windows имеет расширение да или что с ним можно сделать с этим файлом но в принципе в принципе помните как жар архивом да мы взяли его открыли посмотреть сказали вот пожалуйста архив мы все видим здесь так не получится это дл это совсем другой формат файлов и нет 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 архив но в состав visual studio входит специальная утилита которая позволяет достаточно легко просто у меня даже есть красивый интерфейс графический посмотреть устройство любой библиотеки или исполняемого файла на dotnet написано на intermediate language значит поэтому представьте себе ситуацию у вас есть какая-то библиотека и вы не знаете что с ней делать но попробуйте вначале бросить в эту утилиту вдруг она покажет вам как она устроена скажите а dotnet итак нам надо вызвать эту утилиту значит для того чтобы мы могли вызвать утилиту мне придется зайти здесь не видна кнопка пуск я захожу по кнопке пуск нахожу visual studio visual studio visual studio и там есть чем я запустил у нас уже она запущена еще раз захожу нахожу все программы visual studio microsoft visual studio 15 есть раздел visual studio tools и там так называемый developer command prompt и так далее она отличается немножко от kmdx тем что она ну скажем так знает где находится инструментарий разработчик на dotnet вот и все а также это та же самая кмд вы можете написать какую-нибудь стандартную команду и порадуется что она работает и да см вот как она называется тутили как это расшифровывается intermediate language disassembler пожалуйста нажав запустив ее из командной строки вы получаете вполне приличный вариант польского интерфейса если вы знаете вы можете на рабочий стол положить да и программа она просто вместе с visual studio и отдельно можно скачать у нее есть нормальный файл open можно просто кнуть пальцем сказать вот эту загрузить и вы получите информацию о том как она устроена эта делелька но в нашем случае мы хотим что посмотреть мы хотим вот эту делельку найти где она у нас вот она лежит здесь ее вот сюда можно драгом-дропом отправить пожалуйста смотрите вот видите вот она мне пишет lib здесь есть help about я не угадал help help хорошо назвали help вот этот help help вам позволит посмотреть ну например здесь есть описание вот этих вот иконок да что она означает иконка вот это обозначает пространство имен вот так обозначается ну в общем все понятно из этого описания так самого себе есть методы есть свойства и все в общем здесь очень достаточно аккуратно расписано в этом встроенном неком таком мануэле и вот это у нас получается пространство имен как в C++ на mspace вот у нас есть полное имя класса и даже мы можем посмотреть что из себя да он представляет какие в нем определены методы но по сути это делала нам java.p когда мы запускали на java здесь это делают илдасм только он не утилита командной строки а имеет польский интерфейс видите я все вижу я главное вижу что полное имя у нас вот это вот lib.mass мне это устроит мне нужно было полное имя я его не знал чужая библиотека я говорю все я знаю теперь все знаю теперь масс ну все понятно объект будем создавать здесь ничего не меняется все языки современные объектно ориентированы как братья близнецы похоже за исключением 1s мы создали объект и можем на этом объекте она говорит нет такого ну понятно и там мы должны были подключить и здесь надо подключить компилятор не знает что это за библиотека откуда у нас здесь есть папочка в проекте reference мы нажимаем добавить ну надо знать где она лежит броуз броуз она говорит броуз ищи документы вижу студия проекты проекты что мы делали лип делали бин дебаг вот она нашли добавили галочка стоит добавили ok intel sense не такой быстрый может быть сохранить надо нажать ну помогло итак масс точка пожалуйста раз библиотеку подключили intel sense уже все прочитал точно так же как илдаст все это информация есть вы скажете откуда там информация есть да я же уже рассказывал про это при компиляции кода кладется в файл не только вашей команды но и все мета данные все описание того как это устроен то же самое java.net идеология одинаковая ну хорошо сам буду вызывать мне сегодня хочется вызывать сам так ну почему я вызываю именно это уже печатать надо здесь немножко другой функционал для печати у нас есть такой класс по-моему консоль у которой есть метод отвечающий за вывод на экран ну ради бога выведем то что нам вернет масс с точка сад в огромном экране минус пять мы получили работает а куда она денется мы подключили библиотеку вы скажете а мы можем программно так же как на java добраться до этой информации конечно конечно однозначно да как это сделать давайте ну так тоже для того чтобы общее представление было вот можно взять масс и обратите внимание у этого объекта у него есть такой get type да я могу если у меня есть программе работающий объект вот вы этой библиотекой пользуетесь создаете объекты вы можете у любого объекта попросить описание все я говорю описание дай не вопрос описание вам вернут в виде специального объекта который вот так называется тип ну пусть инфо все вот здесь все полное полное подробное описание если поставить у инфо точку чтобы не лазить по документации воспользоваться просто напросто intel сенсом то мы увидим все те же самые get 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 конечно здесь есть возможность только получать информацию мы что вызывали get methods пожалуйста вот вам все методы в каком виде он их вернет метод инфо ну немножко больше букв а в принципе название почти то же самое метод инфо массив однозначно массив мет равно пожалуйста то что здесь от нас хотят это подключение соответствующих библиотек это понятно это все стандартно в любой среде в любом языке программирования и вот теперь вот здесь у нас снова лежит описание всех методов и точно так же второй раз рассказывать подробно не буду но точно так же вы можете пройтись по всем объектам получить метод получить параметры все все в ваших руках механизм что в джаве что в дотнете исследование как устроен класс он позволяет получить всю описательную информацию но этот механизм идет дальше он позволяет вам создать объект понравившийся и делать вызовы на нем всех этих методов но это не относится к нашей теме про рефлексию про использование рефлексии где-то в каких-то семинарах как-то я разок-другой рассказывал ну да мы же распечатать должны для этого есть цикл на коллекции мы должны взять объект текущий он имеет вот такое имя метод инфо ну что называется ми просто м в коллекции ми ну и каждый объект ну что там напечатаем имя наверное и так имя берем объект текущий точка какой-нибудь name get name ну вот name здесь оно у них не знаю скотки надо поставить метод и свойства так иногда и не угадаешь значит не угадал тоже кроме наших есть наследники от иерархии да но наши это и сап они все здесь присутствуют поэтому очень похоже ну в общем-то оно и так наверное задумывалось те кто делал оно очень похоже на то что мы с вами добирались до этих данных в джаве вы скажете ну хорошо опять же описательной информации да нам доступно в любом виде но вопрос другой а код то где опять же где код ну вариантов масса как добраться до кода вот один из них мы уже видели у нас раз это такая современная навороченная утилита что она не может показать вам при декомпиляции сразу и начинку этих методов да конечно может надо просто по методу два раза кликнуть мышкой и он открывает его вот пожалуйста вот этот метод что я там кликну это написано это написано один параметр второй параметр вот он их там получает параметр складывает возвращает результат кстати язык интермедиателем это действительно язык некий такой макро ассемблер книжки по нему даже есть его можно изучить на нем можно вижу студии программировать то есть здесь вот это такое достаточно является не хочу сказать что это известный очень широко распространенный способ программирования но это вполне реально у меня даже были в группах по си шарпу слушатели которые параллельно изучали интервью интермедиателем сразу прям на нем и приходили восхищенные говорили о что можно делать на интермедиателем но это же низкоуровневый язык но все можно делать это на языке высокого уровня допустим basic net у вас масса задач которые ну скажем так запретов масса нет указателя адресной арифметики а тут все есть хорошо посмотреть замечательно как-нибудь пощупать пожалуйста смотрите файл дамп вас только спросят вот это сбрасывать я говорю да да вот это сбрось там по мне нужно это код 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 мне нужно окей она говорит куда я говорю ну вот этот папочка хороший это будет как у нас называться тест лип тест тест просто тест она сама расширение добавит сохранить итак смотрим что у нас папочки появилась в папочке оп тестил откроем смотрите microsoft какие-то там тыры-пыры а в конце вот оно вот ваш интермедиат лэнгвич но где-то ниже ой сколько всего вот он какой-то у нас конструктор скорее всего вот метод sub а вот конструктор методы а это что-то нету проскочил вот он а это не то что вот он методы потом пожалуйста вот вам виде файл интермедиат лэнгвич если вы знаете что вы хотите изучили язык вы говорите ну какой сап не сап и поменяли и сохранили она сюда нет вот сюда да замени конечно не волнуйся все вот пожалуйста мы внесли изменения в код будет сейчас по-другому работать наша программа ну конечно нет мы же не в длэйку внесли изменения да мы внесли куда изменения файл а можем внести изменения в длэйку в длэйку наверное нет нет ну это опять же другая уже совсем история открыть как байты нет это неправильно вносить изменения в длэйку вот то что мы сейчас сделали где этот файлик вот он лежит у нас да мы можем обратно его собрать в длэйку это называется ну это была декомпиляция это соответственно мы теперь превратим этот файл обратно в библиотеку для этого у нас есть командная строка для этого у нас есть еще одна утилита а только надо командную строку перевести сюда где это все находится так давайте мы перебросим сюда cd так перебрались есть утилиты и ласм то илдасм дизассемблер это наоборот превратить мы можем в длэйку что мы хотим сделать мы хотим взять вот этот файлик по моему тест я его назвал мы хотим сделать из него длэй ну может быть библиотека может быть длэй поставили соответствующий ключ и мы хотим дать ей конкретно вот какое-то имя ну что потом не заниматься переименованием а мы сразу хотим дать имя для этого существует ключ аут лип ну точно такой же как был в оригинале я же заменить хочу липдель о она говорит success неплохо смотрим о липдель в control c так нашли то что там сделал автор заменить заменили операции ну это это самое дот нет она вцепилась в этот файл закрыть его проект так еще раз теперь все нормально шо ж такое а не дотнет зря я на него грешил и удастся вот и он открыт это дэли файл зря мы закрыли этот самый ты в проект вижу студии ну ничего это недолго и открыть значит что мы здесь делаем из четырех вычитаем 9 пожалуйста и когда в этой ситуации народ начинает кричать а что нам делать наш код могут вот так вот легко взять и изменить да нет нет не так легко это еще что кто еще будет копаться в вашем коде этим этом самом intermediate language надо его изучать что вносить изменения никто так не будет делать еще проще поступить дело в том что вот с выходом dotnet сразу же была точно так же как на джаве были выпущены утилиты которые позволяют обратно восстановить исходник на c-шарпе на любом другом языке на нетовском пожалуйста ради бога была утилита которая называлась рефлектор почему была она есть просто она платная стала но как только появляется свободная ниша сразу появляется те кто и хочет занять поэтому у нас если посмотреть погуглить если посмотреть погуглить что-нибудь такое на посмотреть простенькое значит вот из простенького подойдет вот такая intermediate language spy называется утилита вот если вот нанес свой сайт есть можете зайти открыто свободно распространяемое вот пожалуйста нетовский декомпилятор который восстанавливает не только intermediate language но и исходный код более того эту утилиту можно скачать здесь совершенно спокойно вы все разберете все это сделаете там есть download и так далее без вопросов я уже не буду сейчас этим естественно качать заниматься потому что я уже все давно скачал вот она ил spy вот она пожалуйста собственный ее файл конфигурационный файл и куча к ней библиотек поддерживает разные здесь ну не важно если запустить утилиту spy то любой нетовский код для вас становится открытой книгой но сделана она красиво мне понравилось это чувствуется что действительно там коллектив авторов наверное работал обратите внимание то что она мне показывает это сама библиотека дотнетовская сама дотнет она говорит ну выбери свой любимый класс и можно прямо здесь срочно быстренько выбрать любимый класс но можно выбрать а что выбирать может и драгондропа можно сюда сбросить давайте попробуем где наш это делейка которую мы лапал меняли вот она о раз сбросил смотрим если она в конце списка появилась вот она лип можно раскрыть плюсик можно открыть лип можно посмотреть что там внутри лежит это про пространство имен класс масс я по нему кликнул и вот тут сразу си шарповский код и все то же самое все элементарно все восстанавливается все копируется все все чудеса кстати мне вот это очень нравится а можно покрупнее сделать ну ладно вот это а это оно же но на бейсике а вот это хорошо да оно же но на интермидейт лэнгвич то есть у вас прям пособие по изучению интермидейт лэнгвич написал код интермидейт лэнгвич тут же си шарп еще что то сделал и прям посмотрел разобрался все в общем то выглядит достаточно замечательно пожалуйста переключение языка ведь он же интермидейт лэнгвич откуда она знает на каком языке был написан оригинал кстати у рефлектора было больше языков но может быть здесь тоже существуют другие версии которые позволяют вот так же вскрыть исходный код итак к чему мы пришли что вскрыть исходный код для языков у которых присутствует все описание в виде метаданных это элементарно как защититься я сказал но в некоторых ситуациях мне не очень меня напрягает что кто то откроет мой код меня напрягает другое что он его изменит а я об этом не буду знать понимаете да вот у меня есть алгоритм а человек увлекся поменял и зачем ты взял дырельку подменил причем может быть он просто тестил но не подменил обратно и вот вместо моего сложения вычитания будет что-то другое происходить я хочу на сервере где устанавливаю библиотеки быть уверенным в том что их нет враги не поменяли случайно при передаче при пересылке этой библиотеки не произошло каких то вот ну там досадных или наоборот специальных изменений вот от этого бы хотелось как-то не то чтобы защититься быть в курсе что это произошло ну а если я буду знать что кто-то изменил код я могу его уже и не использовать можно это сделать и легко только мне нужна обратно библиотека дайте мне библиотеку библиотеки в любой есть в настройках properties по позиции которая называется подписание sign что сие означает я могу попросить взять код всей всей моей библиотеки я могу попросить ну в общем даже неправильно сказал взять код всего моего проекта и даже если я в проект включу текстовый файл картинки они тоже будут включены во что будет посчитан хэш-код подписание sign означает следующее у вас вычисляется по всему проекту хэш-код хэш-код шифруется и сохраняется в метаданных давайте посмотрим значит я выбрал вкладку подписание поставил галочку меня спрашивают здесь это что такое так быстро я даже не успел ничего сделать я поставил галочку и если наверно вниз куда-то прокрутить вниз куда-то прокрутить сохранить а вот она вот это вот здесь вкладка она открывается просто кликанье по ней помните я сказал не просто подписание да не просто вычисление хэш-кода он шифруется и поэтому мне для вот этого шифрования нужен ключ который будет содержать в себе асимметричное шифрование здесь используется поэтому будет сгенерирован ключ если я сейчас выберу он будет сгенерирован в открытый закрытый паблик плевать все как обычно так как он будет называться да кей будет называться не будем защищать его паролем это для нашего примера совершенно не нужно алгоритм вычисления хэш-кода здесь вот выбирается из двух ну тот который по умолчанию выбран его оставить итак мы нажимаем окей в проекте мне был сгенерирован вот он появился в пара открытый закрытый ключ и если сейчас я запущу этот проект на компиляцию то теперь он не просто будет да откомпилирован не просто метод данные будут положены а вычислен хэш-код хэш-код будет зашифрован закрытым ключом и помещен в эту делью в ту же делью будет помещен открытый ключ для чего чтоб можно было расшифровать значение хэш-кода можно это где-нибудь увидеть конечно легко в том же самом и удаст он не запомнил какой файл открывал а не важно а чего нет надо же заново брать вот наша новая версия от компилированной смотрите если здесь ну здесь ничего не изменилось это понятно изменилось вот где вот в этой описательной части которая называется манифест если открыть манифест предыдущий открыть манифест этот то вы увидите что в той версии не было вот этого раздела который называется открытый ключ наличие открытого ключа ну как бы свидетельствует о том что скорее всего вот этот вот был сгенерирован с подписанием вариант дельельки с подписанием значит где-то тут в этой дельельке сидит зашифрованное значение а что дальше происходит а дальше происходит все очень просто любой кто теперь эту дельельку получит это может быть visual studio там какая-нибудь серверная оснастка для помещения дотнетовского кода есть на компьютере специальный каталог называется global assembly мы будем где-то эту дельельку использовать и теперь есть возможность алгоритм хэширования здесь указан теперь есть возможность снова вычислить значение этого хэш кода и сравнить его с зашифрованным а так как у нас присутствует открытый ключ мы можем расшифровать то значение сравнить с тем что мы получили если они окажутся не равны значит кто-то внес изменение значит кто-то внес изменение вот так все просто делается итак давайте сейчас мы это попробуем значит у меня в visual studio есть новая версия с подписанная называется strong name с сильным именем я теперь возьму тот второй проект который ее использует ну и мы убедимся что он еще работает так как я снова перекомпилировал должно быть снова минус пять ну и теперь мы опять же попробуем внести вот то же самое изменение но уже вот в эту библиотеку подписанную сильным именем я воспользуюсь по сути всеми теми же действиями во всеми теми же да которые мы уже проходили я снова сделаю дамп я снова ему дам имя тест сохранить я этот дамп попробую опять же изменить изменить вот он ну вот это какая-то засада что ты не то открыл что ли не засада все работает куда то не туда попал в любом случае что мы там меняли метод эт метод эт я наверное не там сохранил его куда я дамп сделаю так дамп окей в дебаг а ну боже мой ну зачем так сложно project вот сюда вот этот файл хотел переписать так тест пожалуйста вот сюда мне сохрани замени другое дело итак еще раз смотрим вот этот новая версия вот она изменился размер изменилось время нормально теперь проверяем нажимаем открыть его в принципе в принципе здесь мы хотели сделать то же самое изменение взять метод sub и в нем как в методе add заменить эти буквы на add заменили сохранили больше нам не нужен notepad а это мы собираем опять же с помощью командной строки у нас же команда есть вот она и ласс пересобрали ну я честно говоря время проверим 35 минут да все корректно итак библиотеку мы пересобрали а значит ее теперь давайте закроем вот эту программу потому что она мы уже знаем держит мешает нам дл копировать ctrl c и в библиотеку сбрасываем вот эту новую версию вот она заменяем замены все поменяли ну и думаем что все будет хорошо теперь смотрите visual studio тот же проект все то же самое ничего не меняли просто пытаемся запустить пожалуйста читайте ой где эта строка вот она пожалуйста как то поменьше что ли сделать куднот лоуд файл у ассембли почему стронг нейм валидейшн файл пожалуйста что указывает нам на то что код был изменен вот пожалуйста причем здесь написано лип видите да прям конкретно вот этот файл не удалось загрузить файл вот он лип его имя дано соответственно значит кто-то в эту программу пытался внести почему пытался вынес изменения вот это уже защита единственное здесь в плане ну скажем такого вопроса да может быть следующее а может например хакер который меняет вот таким образом код может он например сделать снова подписание сильным именем ну что ему стоит сгенерировать заново взять посчитать хэш-код алгоритм же известен известен посчитать хэш-код с его зашифровать и положить ну наверное какой-то документации или какие-то утилиты у нас есть которые позволят все обратно собрать и как вижу у студии делать с сильным именем да конечно все эти утилиты есть утилиты sm.exe позволяет генерировать пару открытый закрытый ключ она позволяет проводить подписание любой нетовской сборки сильным именем sm strong name поэтому все это элементарно делается в командной строке единственное что может остановить этого хакера это вот следующая позиция вы ему должны этому хакеру как-то ограничить доступ вот к этому файлу если у хакера будет этот файл он может действовать от вашего имени потому что там и приватный и открытый ключ и это достаточно чтобы он мог подписать любую сборку это будет совершенно для любой среды неразличимо что ваше подписание что его подписание все это будет одинаково корректно смотреться извне поэтому ваша задача этот файл хранить где угадайте где не на компьютере у разработчика у компьютер разработчика это открытая книга для всех поэтому это должно лежать в сейфе и поэтому если вы захотите почитать как это делается причем действительно те конторы кстати у microsoft все свои библиотеки нетовские они все у них с сильным именем и я разговаривал с серьезными софтверными скажем так фирмами представителями они пишут код нетовский тоже обязательно подписывай его сильным именем и когда я спросил а где у вас хранится пара открытый закрытый ключ то все в общем то у них было сделано по уму сейф то есть это должно быть какое-то ограниченное скажем так от доступа и от сети помещения кстати обратите внимание что даже в самом проекте если его взять любой проект visual studio который нетовский если посмотреть на вкладку signing подписание то там не только присутствует вот это вот подписать но там еще есть вот такая галочка delay sign only это и есть как раз вот тот самый вариант который позволяет сделать безопасным подписание что обозначает вот если я поставлю сюда это означает что на машине разработчика нету пары открытый закрытый ключ отложенное подписание это работает так вы разработчику вы даете только открытый ключ открытый ключ мы распространяем по всему миру это так и должно быть у него только открытый ключ и он соответственно может когда компилирует библиотеку указать открытый ключ произойдет вычисление хэш кода произойдет сохранение в эту сборку незашифрованного значения и открытый ключ тоже будет сохранен в эту программу нетовскую все на этом работа разработчика тестировщика завершается а дальше они дают эту программу ответственному сотруднику который берет эту программу заходит в сейф и там в командной строке с помощью утилиты snx подписывает эту библиотеку уже сильным именем потому что у него есть пара открытый закрытый ключ вот тогда мы с одной стороны делаем некую защиту мы будем в курсе если наш код поменяли с другой стороны мы гарантируем так скажем невозможность украсть у нас эту пару открытый закрытый ключ ну стопроцентной гарантии конечно ничего не дает но в конце концов если ответственный человек он ответственный вы ему доверяете то можно можно сделать если не доверяете втроем подходить три ключа для от сейфа ну вот примерно так это будет выглядеть просмотр нетовского кода ну и какая-то форма защиты которая достаточно скажем вполне вот вы видите позволяет распознать нам ситуацию что да что-то происходит еще есть какие-нибудь языки программирования ну давайте еще посмотрим дальше уже скажем так мы не будем ничего смотреть почему а по той простой причине что дальше у нас идут языки питон джаваскрипт это какие языки это языки скриптовые а что значит скриптовый язык это значит он хранится в оригинале и поэтому здесь проблем с получением исходников нету по определению поэтому три группы получаются языков скриптовые открытые языки которые компилируются в промежуточный код как java.net вся платформа .net которые легко при наличии метаданных восстановить обратно в исходник и машинные языки типа CC++ ну или если вы вообще пишите на ассемблере видите пишут люди на ассемблере соответственно это конечно приводит к тому что отсутствие метаданных сокрытие ваших алгоритмов достаточно на очень высокий уровень ну что ж вот на этом обзор какие могут быть варианты работы с кодом я думаю мы завершим если есть какие то ну скажем так вопросы можно в чате написать может быть что то я смогу на эти вопросы вам ответить если вопросов нет то тогда мы на этом прощаемся запись я выключаю мы завершаем наш семинар да всем спасибо за присутствие за участие вы можете свои знания по языкам c java c sharp python в общем все которые видите на этом в этом списке в т.о.б. рейтинг если захотите как-то их углубить систематизировать то пожалуйста обращайтесь у нас на сайте вы найдете программы сможете связаться с менеджерами и сможете записаться на какие то заинтересовавшие вас курсы это был корабль Александр на сайте на сайте на сайте на сайте